Не слышны Как недорогие Подмосковные вечеры Мэтр российского сатирического помоста Михаил Николаевич Задорнов Спасибо, что вы с нами Дмитрий Колчин Ведущий этой программы Ярчайший представитель Самары-городка И Алексей Кортнев Наш модератор из столицы У нас сегодня радостное событие Я сообщаю вам, что мы получили первый ответ Ну вот в этом сезоне первый ответ То есть наша передача дает свои плоды Помните, мы показывали в нашем хит-параде ям Яму на дороге между аэропортом города Хабаровска И самим Хабаровском Они ее там не могут поделить Администрация города и администрация аэропорта Напомните, пожалуйста, нашим зрителям Мы находимся в Хабаровске У нашего аэропорта По адресу Матвейское шоссе 28Б Все дело в том Что муниципалитет и аэропорт Никак не могут решить Кто же все-таки должен ремонтировать эту дорогу А почему? Из-за каких-то споров должны страдать местные жители Анатолий Глушак Специально для НТВ Судя по тому, что пришел ответ Видимо, нашел соответственный Конечно Сейчас ты удивишься, насколько он ответственный Этот нашедшийся Покажите, пожалуйста, официальный ответ От администрации города Хабаровска Значит, во-первых, он не подписан Пресс-служба города Хабаровска Администрации писала То есть, очевидно, коллективно Как казаки и султану Письмо Чесали, да В затылках Вот, а главный пафос этого письма Что они просят Авторов передачи Исключить показ номера телефона администрации Которая не несет ответственности За содержание дороги То есть, все-таки они утверждают Что это дорога аэропортовская Они думают, что у нас есть машина времени? Да, что мы можем перенестись назад И исключить телефон Ну, хорошо Из повторов нашей той передачи Она же войдет в золотую коллекцию Сто процент Фильма Теперь, да Да, мы исключим показ вашего номера Дорогая администрация Так вот, тогда мы показываем телефон Администрации аэропорта Пожалуйста Ну и правильно Уважаемые хабаровчане Вообще, все неравнодушные люди Звоните Все, кому мешает эта яма Пускай они там почешутся Правда, Михаил Николаевич? Как вы считаете? Ну, аэропорт думает, что это воздушные ямы Для них турбулентность ничего не означает Им так привычнее А, это какие-то воздушные ямы Сами рассосутся Ну что же, Михаил Николаевич Вам слово, как всегда В начале нашей передачи Что у вас накопилось? Мне в начале передачи так стыдно было Когда Даша спела Подмосковные вчера Я вдруг вспомнил, как цинично Я критиковал эту песню В советское время Почему? Вот все-таки сатирик Это злая профессия Я говорил, что это за слова? Что ты, милая, смотришь искоса Низко голову наклоня Да А рассвет все заметнее Так, пожалуйста, будь добра Будь добра, да Уже не забудь и ты А песня про Гагарина Простой советский паренек Сын плотника из Толера Я в хоре пел это Я ведь тогда у учительницы Дора Соломоны Спрашивал, это как? А мама была там вообще или нет? Ну, а основная новость на сегодняшний день Ну, как новость? Меня вообще такие возмущают заявы От наших правителей Мол, этот год, год кино А вот остальные годы, значит Че, не кино? И вообще, кто это и зачем придумает? Я понимаю, я сейчас поумничаю Чтобы выделялись большие средства Их можно было осваивать Раскрыть секрет, почему фильм с Димой Биланом Называется Герой Досмотреть его до конца Это настоящий героизм Протекающий потолок превратил 3D кинотеатр в 4D Где 4D это дождь Если на даче громко включить фильм Кавказской пленнице 2, то можно избавиться от кротов На расстоянии километров Для пропаганды здорового образа жизни В кино запретили снимать алкоголь, сигареты Алексея Панина Увидев в самолете Козловского и Машкова Пассажиры, которые смотрели экипаж Решили лететь следующим рейсом Я понял, понял, почему в нашей стране Стали выпускать все меньше мультфильмов Потому что в них нельзя снять Дмитрия Нагиева В 1959 году, вы же не знаете, а я-то помню Вышел фильм Не надо над старостью насмехаться В 1959 году вышел фильм Бен Гур, который собрал в Америке 11 Оскаров В 2016 Тимур Бекмамбетов Снял одноименный ремейк, который собрал в Америке 11 зрителей Страшилку предлагаю снять 18 век Темной ночью в маленькой готической деревушке Объявляется всадник без головы Подъехав к востоялому двору Он стучит в окно Стучит, 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 стучит Вдруг раздается крик на русском из окна По голове себе постучит Какая яркая короткометражка Все Ну что, Жрак, мы все готовы? Давайте вновь запустим маховик нашей сатиры И начнем прохаживаться по головотяпам нашей необъятной родины Да, и, конечно, помогать нам в этом будет наше прекрасное музыкальное сопровождение Джаз-дэнс-оркестра и его солистка Дарья Напоминаю вам, уважаемые зрители, что нашу программу делаете в основном вы Вы присылаете свои видеосюжеты со всей нашей необъятной страны Мы из них делаем передачу И что очень важно Появилось новое приложение для всех смартфонов Которое прямо называется Стрингер НТВ Вы его можете скачать совершенно бесплатно Оно очень удобно тем, что теперь вы можете снимать видео И там есть прямо кнопочка Послать Вы нажимаете на эту кнопку Отправить, да, и она Это видео отправляется к нам Мы выбираем лучшее и помещаем в рубрику «Головотяпство» Поехали! Отправляемся в Новосибирск В городе Новосибирске, столице Сибири Находится вот такой вот интересный агрегат По сути это шлагбаум, но находится он достаточно высоко Буквально, наверное, 3 метра над землей Логика у людей, скорее всего, отсутствовала Когда они думали над установкой такого шлагбаума Зачем он служит, кого он охраняет Остается загадкой С вами был город Новосибирск Виктория, специально для телеканала НТВ Ай, не смешно Нет, может быть мы что-то не знаем А в Новосибирске машины летают теперь Как в фильме «Назад в будущее» Может быть Порядок Слушайте, ну хорошо Если ли Путин полетит впереди журавлей Нет, тогда вот так сделаем Шлагбаум Развернется в сторону дома Так, раз Стерхи летят Да, но кстати Я прошу прощения Мне кажется, есть у этого логическое объяснение Это же Новосибирск, это же Сибирь Да А приори там должно быть Ну, понятно, осень За окном как бы Выглядит глупо А когда начнутся снегопады, зимой, морозы Там, может быть, по второй этаж завалит все снегом И он станет нормальным Этот шлагбаум Это сезонный шлагбаум Зимний шлагбаум просто называется От каких-нибудь высоких людей, может быть, защита Чтобы не прорвался Филипп Киркоров Мы перебираемся в следующий город Это город Борск Красноярского края Пожалуйста Мы находимся в городе Борск На самой рабочей улице Пролетарской У нас есть хорошенький магазин Называется Старенький И сделан он для народа А также здесь продается экипировка и снаряжение стран На соседях с этой экипировкой Находится совет ветеранов Великой Отечественной войны И участников горячих точек Специально для Салтыков щедрин шоу Денис Загляднов Это гениально и очень просто Очень просто Просто ветераны владеют этим магазином Ну, скорее всего Я объясню почему Они просто продают трофеи Класс Это же элементарно И НАТО тогда должно как-то по-другому расшифровываться Последние две буквы точно трофейная одежда Наша армейская трофейная одежда Пожалуйста Кстати, если вы обратили внимание на флаги Америка, судя по всему, у них вышла из НАТО в городе Борске Михаил Николаевич Видите как? В Борске не удержалась она Вылетела из блока Все из Североатлантического В Борске, конечно, очень хорошо В магазине стареньком Но нас ждет Тюмень Перемещаемся Мы находимся на набережной Тюмени Это излюбленное место для прогулки у горожан Как видите, она у нас красивая Ко дню города ее починили Но дело в том, что Помимо настоящей подсветки Подрядчики сделали муляжи Они просто распечатали фотографии И поклеили их С вами был Галиев Артур Специально для НТВ Ну вот что сказать? Я не знаю Как минимум можно сказать, что у рабочих есть принтер и смекалка И скотч Русский человек может починить все с помощью скотча и мата Вот яркий пример Пожалуйста Вы знаете, мне кажется Вот подрядчик, который устанавливал лампочки Вот в этом городе, в Тюмени Очень неплохо сейчас на эти лампочки Где-то в Крыму отдыхает Это во-первых Во-вторых, можно себе представить Как освещен его сад Приусадебный участок Два миллиарда светящихся огоньков называется Туалет весь отделан Полностью Просто из лампочек сделали Споели туалет из лампочек Такой Лас-Вегас в туалете Во-первых, местные власти Когда открывают подобные улицы Они же долго не ходят по ней Достаточно трех лампочек Это там, я не знаю Сколько в пролетах это посчитать Они три лампочки поставили А дальше говорят Ну мыр же дальше не пойдет принимать Давай распечатаем там все дальше Ну правильно Все Вот они так отреагировали Не будем их призывать осветить Это набережная Потому что вы же помните этот опыт Мы попросили осветить Приехал священник и осветил Да-да-да Да, мы обращаемся к администрации Чумени С просьбой не осветить А как сказать Высветить Подсветить Подсветить Сделай светлой Подсветить набережную Ну смотрите какое безобразие там творится Ну а у нас на очереди поселок Снегири Дорогие друзья Давайте посмотрим Это поселок Снегири Улица Ленина, дом 30 Многострадальный дом Жители пожаловались на то, что огромная лужа, которая перетекала вовнутрь в подъезд Так вот, чтобы эту лужу убрать, придумали следующее Вкопали вот такое ведро Как объяснил один из жильцов То есть он спросил у представителей управляющей компании Как будет работать эта схема Сказали, что воды не будет Выкопали яму, вставили трубу в ведро Вот такие современные нанотехнологии Почему бы и нет Интересно только, сколько денег на это потрачено А почему бы и нет Вот лишь бы ругать Управляющие компании Вот ей богу Мне вот обидно, когда люди Душу вложили в ведро в это Вон она там Плечется Вон она там лежит, воняет Душа Предохранительный клапан Это называется Между прочим А им мало все Сколько денег потратили Да сколько бы не потратили Они-то вот сами, кстати говоря Управляющие компании Вряд ли в этом доме живут Значит, какой вывод? Для совершенно незнакомых людей Люди не пожалели ведра Ну серьезно А им все мало Вообще, вы знаете Мне кажется, что вслед за скотчем Спасителем Идет ведро Утешитель Ведро утешительницы Утешитель, да? Это супергерой российский Скотч-спаситель И ведро утешитель А сейчас В Сколково придумывают Скотч с автоподсветкой Кончика Чтобы находить Ну да, потому что Отодрать же невозможно Полупаешься так Как лох Последний Но вообще Я бы гордился Я согласен с тобой Надо гордиться Такими людьми Дети Мама написала У меня такие сообразительные дети Я от них прячу комп все время Прихожу А они его находят В любых местах Че они делают? Готовы испытать чувство гордости За русских детей Они поливают его валерьянкой И когда мама уходит Они кота с улицы приводят С ума сойти И тот находит комп В любом месте квартиры Вот А мужик пришел После 11 же нельзя Водку продавать Ну гений Ему не продадут Ни в одном магазине А водка стоит на стеллажах Он пришел Открыл на глазах У камеры Бутылку Сделал два глотка К нему подбежали продавцы Говорит Негодяй Ты теперь должен Купить эту бутылку Ай-яй-яй Сказал человек Ну придется Ну вот на этой Слава богу Хотя бы смешной И ну не позитивной Но какой-то Более-менее симпатичной ноте Мы на сегодня Заканчиваем рубрику Головотятство А вам я хочу сказать Что пользуясь приложением Для смартфонов Стрингер НТВ Вы можете присылать Ваши видеосюжеты Нам и не только нам Во всей программе НТВ Мы их обязательно покажем Бывает все На свете хорошо В чем дело Сразу не поймешь А просто летний дождь прошел Нормальный лекий год Ну а мы переходим К нашим большим сюжетам И вот первый из них Недавно в Москве На Красной площади Друзья мои В кузове самосвала Что же произошло? Что как вы думаете Там сделали? Загадка А? На Красной площади В кузове самосвала Приготовили 20 тонн Греческого салата Здорово Не спрашивайте меня Зачем? Да На шиша понадобилось Готовить 20 тонн Греческого салата Но ребята вошли В книгу рекордов Гиннесса Честь им и хвала Хотя бы за это Давайте посмотрим Пустили Это сила Это не последний рекорд Который мы поставим Потому что Потом все это не захочется делать Мы же сейчас Мы прямо сейчас С вами Посмотрим Получается Пять секторов Мы выберем сектор И место Когда мы его назовем Вам нужно Встать и крепить Да я Вот как-то так Выглядит как-то не очень аппетитно Вы знаете Бульдозерами не так давно Эти продукты давили А теперь Бульдозерами делают салаты Но знаете что хочешь сказать? Выглядит одинаково Ну в общем да Судя по тому что я видел А у них премьер-министр Как фамилия? Ципрос? У греков ципрос Вот тоже для салата Хорошее название Ципрос? Да Ципрос Греческий Да Вообще интересно действительно Почему такая честь и слава Именно греческий Именно греческий Почему не оливье? Да я вот только хотел сказать Салат изобретенный в России Французским поваром Но в России Оливье Да Чем оливье не нашинковать Вот такое количество Ну да ладно Вообще надо сказать Что конечно Выглядело это скорее Не как салат Не как пища для людей Как корм И в общем-то Это вполне оправдало себя Потому что вот посмотрите Что началось Когда этот корм Стали раздавать На халяву Так Назад Назад все Назад Кошмар Напоминает фильм о зомби Это реально зомби Ну да Выражение лис Примерно такое Ходячий мертвец Ходячий мертвец А этот еще маленького взял Для него прихватить Ну да Это он его крепко держит Чтобы его как кусок пармезана Не запах Просто давайте элементарно Посчитаем Ребята Ну вот сколько человек Может съесть салату Ну хорошо Человеку очень много Может съесть салат Мы сейчас о присутствующих Не говорим Тогда грамм Пятьсот Пятьсот Это уже очень много Ну как Ну мы обычно салаты едим Ну двести граммов Ну триста Ну хорошо Ну подождите Мы говорим о рекордах Просто по пятьсот Считать проще Смотрите Двадцать тонн салата По пятьсот грамм Это сорок тысяч человек Так Ну нет Что так Как может Сорок тысяч человек Подойти к одному Самосфалу Или к одному столу Очень трудно Ну вот и устроилась Такая давка чудовищная Самое интересное Ну не знаю Правильно ли употреблять Здесь слово Интересное Но показательное Что такую картину Можно наблюдать везде Где что-нибудь Раздают бесплатно Там где человек Перестает себя контролировать Вот например Двухсот пяти десятилетия Города Стерлитамак Бесплатное мороженое Прошу Мужчина Прошу И там взрослые люди есть Нет Ни одного ребенка Хотя мороженое Вообще связано Как бы с детством Вообще с чем-то Позитивным С положительным А знаете почему Ни одного ребенка не было Я понял Потому что Если на такую раздачу Бесплатного мороженого Привезти ребенка Он либо Раз и навсегда Разлюбит мороженое Но это кстати Может быть и неплохо Может быть Либо Есть еще второе Перестанет быть ребенком В такой давке Вполне возможно А взрослые А взрослые День рождения Ребенка И стали петь Этой Хэппи бездэй Тойота Спит А вторая Говорит А что уже в больнице Отпевают теперь Хорошо Друзья Тем не менее Я призываю вас Вернуться к халяве Потому что Тема эта Неисчерпаема На просторах Нашей родины Сейчас мы Перенесемся В набережные Челны Там тоже Установили Своеобразные рекорды В день города Раздавали людям Двухтонную Шарлотку Почему я не знал Об этом мероприятии Друзья Это же Это же Мать всех пирогов Шарлотка Это же мечта моя Зиночка Две лопаты Шарлотки Пожалуйста Я же Спал и видел Когда это Произойдет Я помню Где я видел Как раздают Еду лопатой Помните фильм Полосатый рейс Там Леонов Тигров Кормил с лопатой мясом Ровно такая же Картина Вообще В Самаре Однажды Зимой дело было Напекли На центральной площади Не где-то там На даче Великого человека А на центральной площади Города Напекли огромное количество Блинов Собралось огромное количество Детей Вокруг Блинов построили забор Чтобы дети не могли проникнуть Они вот так стояли А им лопатой Блины туда бросали Вот так вот Во все средства Массовой информации Попало Я вам хочу сказать Что вера в халяву В нашей стране Она сродни Вере в Бога Вот например В Пензе Городе Халяву вообще Ждали с небес Так Все эти люди Ждут осадка В колбаснах По прогнозам Сыр копченый дождь Должен был пройти В районе аэродрома В Сосновке Сюда и приехали Сотни пензенцев И жители Близлежащих населенных пунктов Какие лиц Вот сейчас На душе Строение хорошее Вот Ожидаем колбасные осадки Другие просто Наслаждались Предоставленной возможностью Получить колбасу без денег Тонна мясных продуктов Все с нетерпением Следят Куда приземляться Коробки И уже готовы к старту Вот что тут сказать Вот Лицо халявы Мы сейчас видим на экране А вообще конечно Прогноз погоды чудесный Если бы я был чуть стройнее Я бы мог вести Такие прогнозы погоды Сегодня в Пензе Дорогие друзья Сегодня в Пензе Ожидаются осадки В виде колбасы Местами возможен Сервелат Вообще это все напоминает Конечно какой-то Фильм-катастрофу Фильм-катастрофа Падение колбасы Да Да Можно себе даже Представить В общем приблизительно Вообще слова Колбаса небесная Колбаса Это антибожество С неба колбаса падает Это уже даже не халява Откуда слово халява Вы знаете вообще? Нет я кстати не знаю В евреи в шаббат Не могли пить молоко И выставляли его за забор Да Люди ходили и пили это молоко И это называлось халява Молоко выставлено Халяв и халяв 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 Да Слушайте Ну я точно знаю О чем будет сегодняшняя песня Ребята О колбасе? О халяве О халяве Это шире конечно Потому что это Это блистательная И очень характерная Для России тема Ой цветет картина В поле у ручья Парня молодого Полюбила я Парня полюбила На свою беду Не могу отмыться Слов я не найду Мы переходим к следующему сюжету У нас правда к сожалению к великому Нет видео Только фотография Зато эта фотография Очень красноречива Причем в прямом и переносном смысле Вот она О господи боже Да 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 Вот они Кисельные берега Да Красная река Кисельная река Это просто да Это красная река Таким образом выглядела Под Норильском Река Далдыкан В начале сентября То есть совсем недавно Она окрасилась Даже не в красный А в какой-то пурпурный цвет Погровые реки Слушайте Вообще наверное У них где-нибудь рядом Должна быть еще Белая река И синяя река Чтобы так сказать Власть пролетая Над Норильской Тут у нас все хорошо Либо Еще такая версия Что люди Которые в Норильске Не могут позволить себе Слетать на Красное море Они могут прекрасно Отдохнуть на Красной реке Насколько я знаю В Красном море Водятся разнообразные Очень красивые рыбы Очень Я уверен Что и здесь рыбы Тоже удивительные Возможно даже Красный красный И некоторые готовы С тобой поспорить Если что Поговорить Поговорить Пробежаться по берегу Спарринг устроить Небольшой А это они икру Вы Красную икру Нет ну то есть В том что там Вся рыба красная Нет ну а быть уверен Такова Этого всего Безобразия экологического А как это возможно сделать Объясните Я вам скажу На самом деле Есть это малообъяснение И спустя какое-то время Немножечко пожеманничав И пооткручивавшись Норильский никель Все-таки признал Свою вину Они из-за какой-то Нештатной ситуации На одной из фильтрационных Дамп Надеждинского Металлургического Завода Бабахнули в реку Какие-то Отходы Производства Никеля Но компания обещает Что таких больше Ситуаций Но она радиоактивна Руда Это радиоактивный С которой это добывается Никель Николай Но они же извинились Аааа Они же Черным по белому Написали Простите Такого больше Не повторится Туки-туки Перепрятались Все Что еще тут Ну ладно Будем надеяться Что действительно Ну бывают Ну бывает Ну после корпоратива Слили вино красное В речку Ну бывает Это же на риски Никель Будем надеяться Что Как-то эта ситуация Исправится Хотя Знаешь как Будем надеяться Что те кто виноват Покраснели Покраснели хотя бы Да У нас есть еще один сюжет Связанный с водными ресурсами На этот раз Он пришел к нам Из Воронежа Пожалуйста Мы находимся В Воронеже Микрорайоне Подгорный Рядом с озером Круглым Здесь буквально на днях Неизвестные Пытались осушить озеро Перекопав Дамбу Соединяющую Два водоема Реку Дон И озеро Круглое В конце озера Перекопана Еще одна траншея Длиной около Четырехсот метров Вода бурным потоком Вытекала из озера В реку Дон Как можно незаметно Да Перекопать Откопать канаву Четыреста метров Чтобы Сколько-то там Да Сцедить озеро Незаметно И вообще Просто И никто не заметил Гениальная страна Вообще конечно Стоит признать Гениальность Произошедшего Хотя бы такой фразой Что в России Воруют Озерами Озерами Да Кто-то миллиардами А кто-то озерами Нет Действительно То есть Шестьсот метров Длиной У всех на глазах Да То есть это Ну не знаю Копперфильду Такое не снилось Да Чтобы это сделать Вот таким Потайным образом Надо сказать Что замыслу этому Замысел был очевидно Осушить озеро Для каких-то средств Ну да Что-то землю использовать Эту Да скорее всего Так вот Помешали рыбаки Которые обнаружили эту канаву Вызвали аварийные службы И собственно Те службы перекрыли канал А вы представляете Вообще состояние рыбаков Которые С ночевой приехали Утром не было На целое озеро На целое озеро Вечером приехали Порыбачили Как обычно Утром один просыпается И говорит Михалыч Ё-моё Ты пить утром вставал Он говорит Да Он говорит Ты посмотри У нас озера нет А потом только смекнули Что канал кто-то вырвал Стоит добавить Что местные жители Уверены Что озеро сливали Ради продажи земли Для будущей застройки Ну конечно Известно Что землей под озером Ого Землей под озером Владеет Петербургская ООО Видстрой Строящий неподалеку Жилой микрорайон Рождественский Слушайте Вот про такое Я слышу первый раз Землей под озером Владеет Это как? Это знаменитый Подозерный Землевладелец Он даже представляет Это садко Или владычица морская Это уже может быть Да Ну а что На самом деле Простая ситуация Росимущество Решило слить Так сказать ООО Видстрой А ООО Видстрой Решила слить озеро А как они строить будут Там ил на дне Да какая разница Как строить Главное Как они продавать ее будут И опять же, это все с заботой о людях, о тех же рыбаках. Понимаешь, они приходят в вестрой и говорят, вы что наделали, ребята, мы хотели тут рыбу ловить? Говорят, так идите, собирайте. Ребят, в чем проблема? Вот она. Вот она. Берите ведром, зачерпывайте просто рыбу и все. А представляете, вообще в тюрьме, когда человек может оказаться, ты что сделал? Говорят, я грабил, а ты... А я озеро украл. На мне убийство, а на тебе кражу озеро. Ты как раз по мокрому делу сел. А я по мокрому. Друзья, 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 на самом деле мы не имеем права обвинять в чем-то ООО «Видстрой». То есть мы можем только, ну, подтрунивать, потому что они свою причастность к этому делу отрицают. И она не доказана пока. А мы ни при чем, говорят они. Я вот сейчас, представитель, как они, господи, вид... Видстрой. Мы абсолютно отрицаем причастность к произошедшему. Да мало ли, что там могло произойти. Мало ли. Может быть, озеро... Рыбаки червей копали, может быть. Слушайте, но нужно еще отдать должное, конечно, службам города, потому что, согласитесь, не каждый полицейский поверит рыбакам, которые звонят с утра и говорят, что воруют озеро. Вот этот звонок, да, представить? Алло, Семенович. Так, Петрович, если ты опять себе ничего-то натворил? Да нет, нет, участковый, слушай. Тут озеро украли. Пи-пи-пи-пи. Мы продолжаем нашу программу. На очереди постоянный хит-парад российской действительности с Герой Ягашвили. Гера, бросим. В нашем городе светло, там вечерней рекой, Не мечтал до зари, с друзьями ты не пройдил. По широким просветам, значит, ты не видал лучший город Земли. Всем привет. Меня зовут Гера Ягашвили, и это хит-парад российской действительности. И сегодня он посвящен детским площадкам нашей необъятной Родины и всему, что может на них происходить. Мы отобрали пять самых интересных детских площадок. Итак, на пятом месте город Томск и детская площадка с улицы Королева. На этой детской площадке установлен танк. Я согласен, что это очень странно. Все-таки это улица Королева, поэтому там должна быть ракета. Но там установлен танк. Кто-то подумает, что местные дети кричат во дворе «Мам, скинь снаряд!» Но нет, на самом деле этот танк стреляет мыльными пузырями. Поэтому заслуженное пятое место. Идем дальше. Четвертое место. Город Саров и детская площадка оттуда. Посмотрите, какая красивая площадка. Ради нее даже дерутся женщины. Жаль, что нет грязи. Идем дальше. Третье место. Город Мурманск и детская площадка за колючей проволокой. Глядя на такую картину, кажется, что местным детям игрушки проносят в пирогах. Ну, или они сами делают их из мякиша. Но на самом деле это воспитательная детская площадка. Пусть дети наиграются за колючей проволокой в детстве. И когда они вырастут, туда уже не захочется. Мне кажется, это очень здорово. Второе место. И на втором месте город Олексин Тульской области. И детская площадка, сделанная в стиле минимализма. Ну, или как называют это стиль, минимал комфорт. Как мы видим, отличная архитектурная находка. Снять горку и положить ее на скамейку. Тем самым детям говорят, любишь кататься, люби и горочку носить. Казалось бы, одни плюсы, но есть один минус. Местные жители жалуются, что из песочницы пропал песок. И она превратилась в бетонницу. Но я спешу обрадовать местных жителей. Мы нашли ваш песок. Он находится в городе Томск. Смотрите. Кто-то вывалил на тротуар большую кучу песка и совсем не разгружают его. Это точно не случайно. Более того, мы нашли рабочих, которые должны были разгружать этот песок. Смотрите, они находятся в городе Тюмень. Они не сидят, сложа руки. Это секретный полигон, где они испытывают новые качели. Мне кажется, это заслуженное второе место. Ну и, наконец, первое место. На первом месте действительно классная, удивительная и очень красочная площадка из города Санкт-Петербург. Я хотел бы, чтобы поаплодировали местным жителям, потому что это они сделали сами и разукрасили нашу жизнь новыми красками. Побольше бы таких площадок по всей нашей стране. Это был хит-парад российской действительности на этой неделе. Меня зовут Гера Гигашвили. Спасибо! Как творчество, Алексей? Поведай нам. Ай, горю на работе. Страх и ужас просто. Но ничего, что-то получается. Уважаемые телезрители и гости нашей студии, мы подошли к рубрике «Почта Задорнова». Михаил Николаевич, что пишут? Я встану. Ну, что ж. Уважительно отношусь к своей почте. Браво. Я обычные слова скажу. Мне не надо ходить в библиотеки или покупать юмористическую литературу. Мне можно заглянуть в почту с утра и взбодряшка на сутки. Ну, конечно, больше всего пишут о том, что о каких-то сегодняшних событиях. Сегодняшнее событие, самое растянутое в году, это санкции против России. Только тупые америкосы и такая же тупая Европа считают, что можно пугать санкциями народ, который ножом чешет спину. Который ковыряет вилкой в зубах, причем зубья у вилки расходятся в этот момент. Народ, который в минус 40 идет на работу пешком, потому что автобус замерз. Народ, который в плюс 120 в бане кричит «Че-то холодновато». Народ, который открывает пиво зубами, не пристегивается в своих автомобилях ремнями безопасности, а вешает иконки. Только тупые... Об иконку лбом и прикутать. Только тупые американцы своими санкциями пытаются сломить народ, который может при отсутствии утюга погладить одежду горячей сковородой, сварить пельмени в чайнике и пытаться их через носик вылить. Ходит в лес, не имея прививки от клещей, отмахивается носовым платком. Клещи дохнут. Вот, внимание, горжусь этой фразой. Медленно читаю, как коньяк смакую. Смакую. Где люди успевают помыть руки, пока холодная вода течет из горячего крана. Это труднопобедимый народ. Старушки у нас во дворах знают больше секретов, чем Эдвард Снеуден. Как можно победить людей, которые толпой собираются вокруг сапера, чтобы просто посмотреть, им интересно, рванет или нет. Статья. Самосвал врезался в вертолет. Вот в какой стране это вообще возможно? Женщина рожала в таге, пока полицейские отгоняли медведей. Не надо санкции применять против этого народа, ребят. Запись в журнале приема передачи смен. Главный энергетик пишет электрику. Илья, на четвертом конвейере не работает электродвигатель. Посмотри. Ответ Ильи гениален. Посмотрел. Действительно не работает. Как эта страна может быть жить? Откуда чиновники возьмутся? Они же вот из этих людей берутся. Иду я как-то по дорожке, навстречу... Очень много женщины пишут. Женщины более иронично относятся к жизни. Мужики, они серьезные. Иду я как-то по дорожке, навстречу мне. Трое сильно выпивших мужчин качаются из стороны в сторону, но сильно держат друг друга под руки. Проходя мимо их, я слышу голос. Через 10 метров поверните направо. Оказалось, они идут по навигатору. Взявшись. Подали, включили навигатор. И домой. Гаишный сотрудник, комментируя дорожную ситуацию, сказал с точки зрения троллейбуса... С точки зрения троллейбуса? Один из депутатов гордился своей казачьей родословной и сказал, моего деда с семилетним мальчишкой зарубили шашкой. Деда. Деда. Статья в газете. Родственники нашли заблудившегося грибника и заблудились вместе с ним. Нашли. Ха-ха! Обнялись. По сообщению ГБУ-ритуалу, в 2016 году в Москве на трех кладбищах будет подключен бесплатный вай-фай. Я не могу. Чтоб покемонов искать было удобно. Чтоб сеть была хорошая. А, кстати, да. Да. Салон красоты называется Малевич. Ха-ха-ха! Название киоска в Новосибирске. В одно слово написано «Врод компот». Ха-ха-ха! Я не знаю, по-моему, это остроумно уже. Вот это вот... Что-то из этого, по-моему, прикольно делает. Прикольно, да, конечно. Объявление в поликлинике на двери лаборатории. После прививки водку пить можно. Ха-ха-ха! А иначе... Потому что все спрашивать будут. Идите все спрашивать, да. Женщина прислала наблюдашку. Прочитала в отрывном... В отрывной календарь всегда надо читать. Там такие советы. Например, самооборона рубрика «Совет девушкам». Если вы идете в темное время суток и на вас совершается нападение, вы сейчас не смеетесь, вы записываете. Если у вас в кармане случайно оказалась медицинская груша... Медицинская груша? Груша. Если у вас случайно... На вас нападение? Ну, я вот все время ношу, да. А я из дому не выхожу. Так что я не взял? Телефон, груша. Ну, можно и... Это такие люди, что ли? Начиненная нашатырным спиртом. Извини. Брызнете в лицо нападающему на вас. У нас готова песенка. Что, я пошел на плачадку? Друзья, сегодня мы решили посвятить песню такому глобальному явлению в нашей жизни, как халява и страшная любовь к ней. Родившись на свет в России, ребенок усердно ждет, что без малейших усилий по жизни ему попрет. Его бабушки кормят вареньем и читают наверняка Сказки про щучьи пиленья и про конька-горбунка, где все про халяву. Сначала он в школе скучает, что без малейших усилий и про конька-горбунка, что без малейших усилий. Бежим и хватаем фуфло, если даже последнее тратим гроши. Ведь это ж халява! Халява приди! Халява приди! Халява приди! Халявчика ждет удача впереди! Надеемся на халяву, на скользкий русский обод, и ждем, чтобы с нами любимой державы как-то само возвелось. Но можно ведь по-другому, ведь это ж наш собственный дом. Я жду, что однажды мы выйдем из комы и всей он страной споем Халява уйди! Халява уйди! Халява уйди! Халява уйди! Вставай, брат, и на работу выходи! Халява уйди! Халява уйди! Вставай, брат, и на работу выходи! Субтитры сделал DimaTorzok